МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Место силы и покаяния. Величественный храм притягивает взгляд. Еще бы, ведь его видно почти с каждой точки города. А вот стены его пока хранят загадку. Что увидят прихожане, когда откроются двери просторного молельного зала? Мы отправляемся в город Мастеров-Палих, чтобы узнать, где и как изготавливается убранство для Никола Дмитриевского храма. Поехали! Дорога до города Мастеров-Палих уже целое приключение. 180 километров от Березняков до Перми. Оттуда 2 часа на самолете до Москвы. Следом 4 часа поездом до города Шуя. И вот оттуда уже 40 минут на машине, и мы добрались. Здесь нас встретили основатели мастерской Палихский иконостас Юрий Федоров и Анатолий Влесько. Именно под их чутким руководством и изготавливается иконостас и все остальное убранство для Березняковского храма. Все начиналось с небольшой семейной мастерской, в которой трудились только наши семьи. И все это начиналось в обычном гараже. А сейчас это огромное предприятие, в котором работают более 150 человек. И мы имеем больше 4000 квадратных метров помещений и все оборудование, которое необходимо для производства иконостасов, а также оформления интерьеров храмов. В Палихе известная школа иконописи, она сформировалась еще до революции, известной в истории. То есть конца 16-17 века в Палихе уже писали иконы. И на сегодняшний день этот промысел жив. Здесь проживает около 600 художников, и большая часть занимается церковным искусством. То есть пишут иконы и расписывают храмы. Создание коностаса и другого церковного убранства – очень трудоемкий процесс. Мы целый день знакомились с разнообразием цехов и отделов в мастерской «Палиховский коностас». А начинается все здесь, в цехе первичной обработки древесины. После распиловки дерево специальным образом просушивают. Для этого в мастерской есть отдельный цех. Традиционно русская икона всегда писалась на липе. Немного реже на кипарисе. Липа растет в среднерусской полосе очень много. Дерево довольно-таки стабильное. И это, так скажем, канонично, традиционно. То есть мы все свои доски делаем, пишем на липовую основу. Она мягкая и она очень хорошо обрабатывается. И вот резьбу для коностаса мы тоже делаем из липов. То есть она пластичная, мягкая и очень интересное дерево. Красивое на самом деле. А вот тело коностаса изготавливают из твердых пород, например, сосны. Готовая древесина попадает в столярный цех. Здесь не только вырезают доски для иконописи, но и делают заготовки под резьбу, проводя сборку тела коностаса. И покраску громоздких его деталей. Кстати, для этого используют автомобильную покрасочную камеру. Здесь же мы начинаем знакомство с деталями иконостаса для Березняковского храма. Высота только одного купола Кувукли уже завораживает. А в собранном виде иконостас будет больше 15 метров. А это высота стандартной городской пятиэтажки. В расправленном виде длина готового изделия будет достигать 40 метров. Ваш иконостас очень уникальный, он очень сложный архитектурно. И поэтому мы делаем это все, как всегда, так скажем, традиционно. Потому что без права на ошибку. Слишком большой, слишком сложный, слишком ответственная работа. Отличным помощником в изготовлении деталей для мастеров стали станки с числовым программным управлением. Таких станков в мастерской «Палевский иконостас» 16. Возможности данного цеха на самом деле колоссальные. Есть и оборудование, которое может исполнять по две единицы оборудования за раз. Есть и оборудование, которое исполняет по четыре единицы. При помощи того, что мы можем изготовить большее количество единиц, мы ускоряем процесс по изготовлению и сборке. На наших глазах умные машины виртуозно выпиливают замысловатые детали для Березняковского иконостаса. 40 минут уходит на изготовление двух вот таких вот деталей на этом станке ЧПУ. Кстати, вот конкретно эти детали – это плентуса для нашего Никольского храма. Но прежде чем запустить в работу такую машину, необходимо задать ей четкий алгоритм действий, основанный на 3D-модели. А мы отправляемся в отдел архитекторов, модельщиков и программистов, чтобы узнать, как это делается. Над иконостасом работа начинается с того, что сначала выезжается на место, выезжает представитель, и начинается все с обмера интерьера. Непосредственно, если мы делаем иконостас, то алтарной стены. Потом узнаются какие-то особенности. Например, есть ли теплый пол в храме, какие стены, чтобы прикрепить иконостас. Ну, мало ли, там есть деревянная храма, а есть кирпичная, как вот в вашем случае. Чтобы нам нужно будет использовать, ну, какие анкера, чем прикрепить ваш иконостас уже непосредственно на месте. После этого заказчикам обсуждают будущий внешний вид изделия, его стилистику. Обычно разрабатывается несколько небольших предварительных эскизов. После утверждения одного из вариантов начинается проработка деталей и укрепление эскиза. Архитекторы поделились с нами, какая изюминка задумывалась в иконостасе для Никольского храма. Ну, у вас как бы была задумка такая сделать храм в храме, наподобие храма Христа Спасителя. И мы как бы тоже вот подтягивали эту идею, этого иконостаса, чтобы ваша задумка осуществилась. Батюшка как бы нам поставил задачу такую. И вот непосредственно в вашем-то храме как бы пришла идея вот кувуклии вот этой вот центральной, восьмигранной, вот которая у вас будет стоять, да, и непосредственно фасадная часть иконостаса. Он будет такой вот решено именно пространство за счет вот сложной конфигурации иконостаса. Честно говоря, в нашей мастерской еще не было такой конфигурации иконостаса, чтобы внутри вот был храм в храме кувуклии, которая заканчивается большим куполом центральным. Велик иконостас и в своем наполнении. У нас насчитывается раз, два, три, четыре ряда. Вот как бы местный ряд, праздничный ряд, дейсусный ряд и пророческий ряд. Также у вас в кувукле полностью будет расписанный свод. Внутри он будет. И ангелы, архангелы там стоять будут такие вот большие росписи уже. Там внутри будет все расписано красиво очень. На эскизе работа не заканчивается. Дальше его передают на компьютерную разработку. В программе «Автокат» в масштабе один к одному, то есть в реальном размере. Вот как раз вот решается 3D-модель вашего иконостаса. Здесь уже в каждый слой это свой слой. Например, если там внутри металлический каркас у нас, на который встает ваш иконостас, то там есть отдельный слой, металлический каркас. И это будет отдельный том, ну как бы чертежей. Каждая деталь будущего иконостаса имеет свой том чертежей. Он у нас разбит на два этапа. Центральная часть, ну вот в производстве был, центральная часть сделана. И пределы. Центральная часть. И вот предельчики. Вот сейчас вот Алексей выделил в темно-синенький. Если на разработанной детали нет резьбы, чертеж передается в столярный цех и цех ЧПУ. А над остальным продолжают трудиться художники по резьбе. И тут начинается завораживающий процесс прорисовки будущих деревянных завитков. Это вот царские врата центральной части иконостаса. Это как раз разработанные детали резьбы один к одному на одну створку царских врат. Вот как бы вы можете видеть масштабы своего иконостаса в будущем. Немного заинтригую вас. Дальше мы обязательно вернемся к этой детали и покажем, как она выглядит в готовом варианте. Сейчас же мы познакомим вас с полноцветной 3D-визуализацией всего храма. Там были проработаны полы, стены, убранство. И иконостас был тоже сделан в 3D. Вот сейчас вот Ира сейчас нам включит другие фотографии, и мы увидим, как вот решен интерьер вообще. Это будет то, что итоговое будет. А это как бы вот ваши росписи, которые уже сейчас есть. Они сначала прорабатывались вот так вот. Сейчас своды Никольского храма уже готовы и поражают своей фантастической красотой. Но и это еще не все. В дальнейшем там как бы по замуслу еще будет обрабатываться камнем вот эти вот фасады, стен, да. И по цвету они тоже подбирались, но вот в колористике именно вот калийных солей, то есть калийных минералов. Но это такой образ, мы пытались создать образ, чтобы люди, которые приходили в храм, ну и как бы краем взгляда смотрели на эти стены. И мы там отобразили как бы вот эту выработку шахтной породы. Вот это была такая творческая задумка, да, которая была согласована с заказчиками. Вот у вас же земля славится вот этими калийными солями. И весь город, собственно говоря, живет за счет этих минеральных удобрений, да. Ну, минералов, так скажем. Стоит отметить, что Никольский храм возводится с доброй волей благотворителей. Еще с 2015 года компания «Уралкалий» полностью взяла на себя обязательства по финансированию строительства и техническому надзору. Ну, а мы с вами продолжаем наше путешествие по мастерской «Палехский иконостас» и попадаем в модельный отдел, куда передается прорисованная вручную резьба. Мы производим на компьютерах виртуальные модели. То есть есть два способа производства моделей. Это первый, когда их вырезают в пластилине либо в дереве, и мы получаем готовые оттиски, которые, например, могут сканироваться и в дальнейшем передаваться в производство на выполнение ЧПУ станками. Либо мы моделируем эти модели сразу в компьютере. Нам передает картон с необходимым набором информации. Это сечение элементов. Геометрические размеры. Да, либо их полутени какие-то, по которым мы создаем, в общем-то, модель. Есть готовый элемент. Он делается на плоскости, на определенной, потом переносится на выпуклую розетку. Вот я его перенес с помощью определенных манипуляций. Иногда это может занять целый день. Может быть, быстрее. Тут очень зависит от какой-то конфигурации. Да, вот мы получили практически готовое изделие. Вот станок показывает, как из заготовки он постепенно, меняя фрезы, делает готовую деталь. Вот готовая деталь будет выглядеть абсолютно так же. При необходимости потом производится ручная дорезка, шлифовка и покраска. Обалдеть. То есть даже риски знания, да, какие уже потом будут? Да, да. Вот мы сейчас видим то, что получается фактически потом из-под станка. Ну, на самом деле, качество очень хорошее. Здесь есть какие-то мелкие недочеты, которые устраняются в дальнейшем шлифовкой. А вот, кстати, виртуальная модель купола Кувукли, которую мы вам показывали еще в самом начале. Вот-вот он возвысится над головами прихожан Никольского храма. Тогда же нам показали, как будут выглядеть и другие детали, в том числе и крест, который в дальнейшем окажется на высоте более чем 15 метров. Аж дух захватывает. Представляете, и это еще не все. Это только начало долгого пути, который проходит во время своего изготовления иконостас. От свежераспильного бревна до конечного результата. А о том, как он получит свое величие, позолоченные детали и искусственные иконы, мы расскажем вам в следующей серии специального репортажа «Притворение земного в небесное». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин